Уборочная кампания Сегодня главы тюркских народов Собрались в Баку, состоялся седьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нынешний саммит имеет особое значение Раннее количество государств-членов организаций достигало четырех Это Казахстан, Турция, Азербайджан и Кыргызстан Все четыре государства на нынешнем совете утвердили пятую страну А ты не Узбекистан, член Тюркского совета Венгрия демонстрирует необходимость более тесных отношений с соседними странами Этой осенью в Будапеште открылся Европейский отдел Тюркского совета Государство впервые участвует в Совете в качестве страны-наблюдателя Как известно и, как говорилось выше, Совет сотрудничества тюркоязычных государств Был создан по инициативе президента Казахстана Была проделана огромная работа по объединению тюркского мира На юбилейном собрании был оценен труд и вклад Елибаса в деятельность Совета По инициативе президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Нурсултану Назарбаеву Был присвоен пожизненный статус почетного председателя Тюркского совета За 10 лет проделан большой объем работ В 2009 году был утвержден исторический документ, который определил направленность дальнейших действий Бұрыншеден, біз жақандық тұргыда да, өз үшімізде де, ұйымға сұраныс бар екендіген, әре оның өзіктіліген дәлелдей алдық Екіншеден, кенгесінің қатары өзбекістабен Мажаристан есебінен толықты Бұл біздің бірлескен жыламамыздың жаңа параға Бұл біздің біз'я өзіне қатарықта өзбекістерді ұқатарға диверсификацию и рост экономики Казахстана должен стать средний бизнес. Такое поручение правительству дал глава государства. Программа индустриализации позволила остановить спад промышленного производства и обрабатывающего сектора, наладить выпуск новых видов продукции. Однако, по мнению президента, кардинальных сдвигов в структуре экономики не произошло. Касым Жмар-Токаев поручил членам правительства разработать комплексный план по обеспечению макроэкономической, финансовой и социальной стабильности Казахстана. Кроме того, Касым Жмар-Токаев заявил, что до 2022 года необходимо увеличить объем несырьевого экспорта в полтора раза, до 2025 года в два раза. При этом президент отметил, что на региональном уровне необходимо сформировать минимум 3-5 технологически развитых отраслей. На совещании также были обсуждены вопросы стратегии денежно-кредитной политики, создания единой жилищной системы и улучшения качества жизни казахстанцев. Задача стоящая. Сегодня перед нами придать дополнительный импульс экономике страны. Всем известно, какова ситуация в мире. Перспективы мировой экономики размыты. Ситуация вокруг нас очень сложная. Необходимо развитие. На сегодняшний день новые идеи, новые взгляды, новые реалии, необходимости. Поэтому все мы должны определить пути развития нашей страны. Укрепление общественного согласия, повышение статуса казахского языка. Президент страны в своем послании акцентировал внимание на этих вопросах. Государственный язык должен стать межнациональным, отмечает Касым Жумар-Тукаев. Согласие между различными социальными и этническими группами – это результат усилий всего общества. По словам президента страны, нам нужно, учитывая роль казахского народа, как государство, образующее нации, продолжать укреплять межэтническое и межрелигиозное согласие. Хасым Жумар-Тукаев выдану такую инициативу, как укрепление межнационального согласия. Я думаю, что так как сейчас идет год молодежи, мы как молодежь, именно мы понимаем, что такое межнациональное согласие. Потому что каждый из нас имеет друзей в других странах, или даже просто в нашей стране. Потому что единство нашей нации в том, что мы многообразные. И что мы все разные, но это именно то, что нас объединяет. «Единство нации в ее многообразии. Мы продолжим создавать условия для развития языков и культуры всех этнических групп в нашей стране», отмечает глава государства в стратегическом документе. Кроме того, необходимо помнить, что язык является инструментом большой политики. Хасым Жумар-Тукаев в послании народа Казахстана выдвинул такую инициативу, как развитие казахского языка в международную арену. Я считаю, что это хорошая инициатива, так как Казахстан должен развиваться и быть известен на международной арене. И язык – это одна из главных структур в этом деле. Я это очень категорически приветствую и считаю, что мы все должны этому способствовать. Для формирования активного гражданского общества необходимо повысить авторитет неправительственных организаций, необходимо проанализировать политические процессы и принять конкретные меры для укрепления нашего единства. Подчеркнул Касым Жумар-Тукаев. Зарина Дюсикеева, Айгуля Зекова, Ермек Махметов, Кокщи Акпарат. У нас эксклюзивная новость. Областной историко-краеведческий музей выкупил у частного коллекционера несколько раритетных экспонатов эпохи Золотой Орды. Как обещают сотрудники музея, они будут выставлены в одном из залов как атрибуты семи грани Великой Степи. Как отметило руководство данного музея, ежегодно на закуп необычных экспонатов, раритетных из частных коллекций, им выделяется чуть более миллиона тенге. Средств этих иногда бывает не совсем достаточно. Недешево обошлись эти сабли, говорят музейные работники. Экспонаты уже прошли экспертизу и есть доподлинное подтверждение, что они были использованы золотой ордынцами и обнаружены, судя по всему, на бывшем поле боя на территории Акмолинской области. Для зала Средневековья были приобретены у местных жителей две золотоордынские сабли, которые датируются XIII-XV веками. Примерно они были изготовлены 800-600 лет назад. Они изготовлены из кованого железа. В длину они размером 79 и 111 сантиметров. Конечно же, они покрыты ржой, но, тем не менее, сохранность вполне удовлетворительная. История – это то, что было и как жили наши предки. Такие находки просто взрывают мозг. В них пуль столетий, доказательства того, что наши предки были воинственны, сильны, а их генетика сохранилась в нас, говорят научные сотрудники музея. Нас радует, что музей пополнится такими экспонатами. Вот я сейчас держу в руках и чувствую историческую ценность. Это золотоордынская сабль, она ровная. Чуть позже, когда образовалось казахское ханство, наши предки использовали закругленные сабли. Закуплены также несколько наконечников-копьев. Всё это порадует посетителей музея после завершения реконструкции. Сюрпризов очаг культуры готовят немало. К сожалению, съёмки в новых залах произвести нам не разрешили. Ждут официального открытия. Мадина Смогулова, Баужан Смогулов, Кукшек, Парад. Самые актуальные жизненные вопросы – образование, трудоустройство, жильё. Пять социальных инициатив Ельбасы комплексно затрагивают все эти аспекты. В целом, стратегический документ предусматривает улучшение социального положения населения. Ельбасы уделяют особое внимание повышению доступности и качества высшего образования, улучшению условий проживания студенческой молодёжи. Сегодня в областном центре более трёх тысяч студентов нуждаются в общежитии. Для решения этой проблемы двум университетам и четырём колледжам требуется строительство нескольких соответствующих зданий. В рамках реализации инициативы первого президента проводится определённая работа. Студенческая молодёжь также признательна за выделение дополнительных грантов. В настоящее время во многих вузах страны выделяются гранты, в том числе на технические специальности. Причина тому – недостаточное количество специалистов имеется проблемой с общежитиями. Сегодня создаются условия, чтобы молодёжь получила доступное образование в комфортных условиях. В целях улучшения условий жизни всех казахстанцев, повышения доступности жилья в республике реализуется программа «7-20-25». Жители Акмолинской области признают её удобство. Программа «Ельбасы» «7-20-25» является доступной и достаточно удобной программой. По ней могут получить жильё молодые семьи и специалисты. Молодое поколение – это будущее нашей страны. Сегодня создаются все необходимые условия, чтобы казахстанское общество было образованным, инициативным и конкурентноспособным. Инициативы «Ельбасы» открывают новые возможности и решают многие проблемы. В этом году в агропромышленный комплекс области было вложено более 35 миллиардов тенге. Это позволило просубсидировать сельхозтоваропроизводителям приобретение семян высокой репродукции, химических средств защиты растений и удобрений, значительно обновить и модернизировать машино-тракторный парк. Данные меры позволили провести весь комплекс агротехнических мероприятий, вырастить и собрать свыше 5 миллионов тонн зерна. Качество урожая, поступившего на элеваторы области, соответствует третьему классу, что позволит сельхозпроизводителям региона реализовать зерно по высоким ценам. Также положительно отразится на экономическом состоянии агробизнеса. «Просим финансовые институты Казаагра, письма пишем, также пролонгировать некоторые кредитные средства с нашим сельхозтоваропроизводителем. Все равно нужно сказать, что год был тяжелый, для некоторых хороший, но во многом все-таки кредитная нагрузка на наш сельхозпроизводитель большая. В связи с этим мы бы просили института Казаагра пролонгировать до весны или еще на год те кредиты, которые были взяты на пассивную и уборочную компанию». Валовый сбор картофеля составил 215 тысяч тонн, овощей – 45 тысяч тонн. Это позволит обеспечивать рынок области, а также город Нур-Султан. «Сельхозпроизводители получили кредиты на сумму 3 миллиарда 380 миллионов тенге. На сегодня все кредиты полностью освоены. Основное назначение займа – посев пшеницы, овса, и чминя, рапса и льна». На сегодняшний день в области еще не собрано около 100 тысяч гектаров, которые занимают масличные культуры. Напомним, в регионе особое внимание уделяется качеству семян. К примеру, только за последние два года площади посевов элитными семенами увеличились почти в полтора. И этот показатель растет ежегодно. Зарина Дюсикеева, Айжан Актаева, Василий Вережников, Кокщиаппарат. В областном центре прошла встреча преподавателей Кокшиталского университета имени Абаем Рзахметова с директорами школ города. Главная цель – ознакомление с достижениями вуза научными технологиями, отмечают организаторы конференции. Встреча принесет большую пользу как учебному заведению, так и представителям школ областного центра, уверены стороны. Новые технологии, внедряемые в стенах Кокшитаусского университета имени Абаем Рзахметова, позволят реализовать интересные идеи будущих специалистов. Участники конференции отметили, что они получили много полезной информации. Мы взяли очень много информации в плане работы кафедры имени Абаем Рзахметова, в плане интеграции обучения, в плане компьютеризации, новых технологий и так далее. В принципе, я хочу сказать, что творческий коллектив университета Абаем Рзахметова, они шагают в ногу со временем и даже идут намного вперед. Очень отрадно, что преподаватели нашей коллеги заключили и имеют возможность работать с зарубежными нашими коллегами, то есть применяют опыт не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Студенты университета повышают свои знания благодаря взаимодействию с учеными ближнего и дальнего зарубежья. А будущие учителя, овладевшие знаниями у иностранных специалистов, показывают хорошие результаты в своей деятельности, демонстрируют высокую эрудированность. К примеру, в сфере начального образования, биологии, географии и химии молодежь показывает большие достижения. Мы подготовили лекции по использованию мультимедийных технологий, также подготовили семинар. Здесь собрались директора всех школ города. Обмен опытом – очень популярная практика, мы занимаемся научной деятельностью. Зарубежные специалисты и ученые приезжают к нам и создают лаборатории. Они также привозят свое оборудование, то есть работаем достаточно плодотворно. Стоит отметить, что подписан меморандум между Кокшетауским университетом имени Абая Морзахметова и учебными заведениями региона. В рамках договора планируется проведение научно-исследовательской работы. Эксперты прогнозируют положительные результаты. Об этом свидетельствуют высокие достижения и возможности материально-технической базы университета. Анель Бесенбаева и Гульбекетка за Боржан Сагын, Жамбыл Болтаев, Кокшиак Парад. В Кокшетау отметили Всемирный день стандартизации. Областной департамент Комитета технического регулирования и метрологии совместно с Акмолинским филиалом Казахстанского института стандартизацией и сертификацией организовали торжественное мероприятие. Международные стандарты – это нормативно-технические документы, определяющие основные требования, нормы и правила в конкретной области. Путем стандартизации рабочий процесс учреждения регулируется и последовательно корректируется с учетом определенных требований, указанных в нормативном документе. Шахмолинская область является в числе лидеров по нормам стандартизации в Казахстане. Более 80 предприятий наших перешли на международные стандарты и знак качества. Это очень высокий показатель, почему нам нужны стандарты, потому что к нам приходит очень много иностранных компаний, инвесторов, и для них это очень важно. То есть стандарты ИСО, которые перешли на кумынские предприятия, они дают нам возможность активно привлекать инвестиции. 5 октября 2018 года президент подписал закон о стандартизации. Он ратифицирован. С тех пор работа по стандартизации ведется организованно. Сегодня в учреждениях внедряются международные стандарты. Система стандартизации применяется не только на производственных предприятиях, но и в сферах образования, медицины и государственной службы. Нашей основной целью является распространение стандартов и технических регламентов от имени правительства Республики Казахстан, института стандартизации и сертификации Республики Казахстан. Наша цель состоит в том, чтобы контролировать выполнение каждого учреждения этих стандартов. Стандартные продукты обеспечивают высокое качество, а высокое качество ведет к безопасности. В рамках празднования Всемирного дня стандартизации лучшие специалисты и предприятия награждены грамотами и благодарственными письмами. Три педагога из Акмолинской области стали призерами и победителями республиканского конкурса «Лучший педагог-2019». Преподаватели принимают поздравления не только от профильного ведомства, но и от своих учеников. Сама Лахмеджанова, преподаватель английского языка, профильная школа гимназии полиязычного обучения номер 3 имени Малика Габдулина. Она стала одной из лучших в республиканском конкурсе. За 19 лет в профессии есть чем гордиться. Это ученики, которые достигли больших успехов. Терпение и труд все перетрут, я так считаю. Мои ученики – победители городских, областных, республиканских олимпиад, призеры международных конкурсов. В школе действуют специальные кружки, и я являюсь руководителем этих кружков. Так мы с детьми ставим сказки на английском, занимаем призовые места на конкурсах. Из 48 воспитателей детских садов, участников республиканского конкурса, лучшей была названа Нина Сахнова из города Адбасар. Она представляла детский сад «Яркижан». Конкурсу победительница готовилась год. На республиканский конкурс мы готовили видео о нашей работе, затем материалы. Это обычно портфолио, эссе писали, и материал о нашей работе – это занятия. Победительница республиканского конкурса среди преподавателей профессионально-технических колледжей стала Бахатгуль Батанасова из Высшего педагогического колледжа имени Жанайдара Мусина. Напомним, на конкурс «Лучший педагог-2019» от области было направлено 6 работ. Зарина Десикеева, Жамал Габдулина, Махпалай Бабина, Василий Вережников, Кокщиаппарат. В областном центре прошло традиционное состязание Акынов «Бескрайнее творчество Сакена». Мероприятие состоялось в рамках 125-летия поэта-писателя-общественного деятеля Сакена Сейфулина. Инициаторами проекта по популяризации творчества и жизнедеятельности поэта-писателя Сакена Сейфулина стали представители городской библиотеки. Они подготовили специальную выставку для любителей творчества Сакена. Участники встречи декламировали стихи и поэмы легендарного автора. В таких состязаниях мы уделяем большое внимание самому слогу произведения, умению его презентации. И это не ограничивается употреблением фигуры речи. Мы учитываем их художественную картину, которую рисуют щицы. Есть ли в речевых схемах художественная красота и правдивость? Член жюри АКН, лауреат государственной молодежной премии Даррен Исерпер Алмаз Тимирбай отметил, что цикл мероприятий, посвященный 125-летию Сакена Сейфулина, продолжится. Помимо состязаний АКНов, Акимом области инициирован ряд проектов в рамках празднования 125-летия Сакена Сейфулина. 16 октября пройдет научно-практическая конференция. В ней примут участие ученые и потомки легендарного автора. Мероприятие продолжится до конца года. По итогам художественного поединка первого места был удостоен редактор телеканала Кукще Абзал Балтабаев. Второе по праву досталось воспитаннику школы АКНов имени Кукена Шакеева Думану Самату. Замкнуло тройку лидеров Альмира Альмамбет. Такие участники, как Ерден Нурахмед, Дамир Бахачан, Сикен Жанарбек, были отмечены памятными подарками и благодарственными письмами. Напомним, что победители продолжат борьбу на областном этапе литературного конкурса. Жамал Габдулина, Ербулат Терепаев, Василий Вережников, Кукще, Ахпарат. Голос 60+, вот уже как второй год подряд. В Кукшетау проходит песенный конкурс, в котором участвуют представители старшего поколения. Кем я только не работала, вспоминает Рыжан Пазыловна. И таксистом была и заведующей складом, и товароведом. У женщины один ребенок и двое внуков. Пенсионерка уверяет, что на заслуженном отдыхе может позволить себе петь и наслаждаться музыкой. Я очень люблю музыку. Еще со школьной скамьи постоянно слушала хорошие песни, напевала их. Теперь на пенсии времени побольше, поэтому решилась на участие в конкурсе. Хочу, как говорится, показать себя. В этом году в городском конкурсе приняли участие 13 человек. Отличительная особенность нынешнего года – конкурсанты не просто 60+, а те, кому под 70. Каждый из них самостоятельно выбирал песню. Хайрат Бешимов – победитель прошлогоднего конкурса, а в этом году уже член жюри. Я рад принимать участие в подобном конкурсе. Наша душа поет, значит, синхронно с музыкой. Здорово, что такие мероприятия проводятся. Замечательный досуг для божилых. По словам членов жюри, участники нынешнего конкурса превзошли все ожидания. Сложно было выбрать лучшего. По итогам звания «Золотой голос» удостоена Валентина Живаева. По онлайн-голосованию зрителей победителем стала Алтеншаш Шукибаева. Всем участникам были вручены памятные подарки. В рамках декады «Кызболашага» объявленной по стране в городской модельной казахской библиотеке состоялся круглый стол. Мероприятие прошло при поддержке Совета матерей, созданного при Акмолинской ассамблее народа Казахстана. Воспитание девочек – это воспитание достойного поколения страны, считают представители старшего поколения. Чтобы донести эту мысль до собравшихся в ходе мероприятия, прочитаны и обсуждены доклады о правилах поведения девушек, о роли женщины, семейных ценностях и материнстве. «Большую роль в формировании сознания нации и воспитании достойного поколения играет в целом образ женщины, заложенный веками. Я очень рада проведению данного мероприятия. В рамках декады проводятся различные встречи, на которых мы обсуждаем вопросы воспитания. В нашей школе тоже проводилось подобное мероприятие, и активность школьников была высока». Круглый стол прошел в открытой форме. В ходе него участники читали стихотворения, молодые девушки задавали вопросы руководителям клубов, получали консультации психологов. «Остается ряд вопросов касательно этой темы, поэтому проведение декады – своевременная мера. Я считаю, что в организациях, школах родители должны ставить на первое место воспитание детей. Естественно, чтобы достойно воспитать ребятишек, родителям нужно начать с себя. Сейчас сложно работать с молодыми семьями в школах, не говоря уже о детях. Нужно поднять уровень осознанности в обществе за воспитание подрастающего поколения». В библиотеке также организована выставка книг и публикаций, посвященных девушкам, воспитании в них чести и благородства. Основная цель мероприятия – акцентировать внимание на формировании достойной и культурной нации. Анель Бесенбаева, Тумары Бабасанова, Павел Соловьев, Шукантау Киев, Кокщиак Парад. Спортивный комплекс имени Турсенбек. Турсенбека у Алиева в селе Жаксы выбран для проведения соревнований по боксу не случайно. Здесь можно проводить любые соревнования в соответствии с мировыми стандартами. На четвертьфинальные встречи Федерации бокса Казахстана прибыли сборные Нур-Султана Алматы, Акмолинской и Жамбылской областей. Красочное торжественное открытие прошло в райцентре Жаксы. Я настраивался хорошо. Тренерам дали подготовку мне. Я старался выполнить задачу. В ринге что-то получалось, что-то не получалось. Я старался. Мы с ним выходим третий раз. Первый раз я его, второй раз он меня. И вот решающий себя на родине, на земле. Семен, как говорят, помогли выиграть. Во второй день соревнований чемпион Азии Тимиртаз Жасупов впервые вышел на ринг в весе 52 килограмма и показал лучший результат. Мастер спорта Султан Мусинов также завоевал титул. Соревнования также посетил Якимоблась и Эрмик Маржикпаев, который высоко оценил подготовку наших боксеров. Во время перерыва победителям и призерам чемпионата мира среди юниоров, проходившего в кювете в этом году, Батырхану Сейтенову, Виктору Литвинову, Павлу Токову, Ревизат Басарского района вручили ценные подарки. По итогам в полуфинал вышла команда города Нур-Султан. Очередной кубок Федерации бокса Республики Казахстан состоится в столице. Нур-Султан Ибраев, Колымбек Мухаммеджанов, Ермек Махметов, Алмаз Азлакасов, Кукщиев, Парад. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Азарина Десюкеева, сурдоперевод Тамара Шевченко. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.